Итак, здравствуйте! Сейчас я хотел бы рассказать о кватернионах. Зачем они нужны, их практическое применение и чем они лучше углов Эйлера и матрицы поворота. Но давайте начнем сначала с углов Эйлера. Углы Эйлера описывают поворот твердого тела в трехмерном эклидовом пространстве. Но у углов Эйлера есть существенный недостаток. Который называется шарнирный замок. Теперь я хотел бы уделить немного времени матрице поворота. Матрица поворота, или матрица направляющих косинусов, называется ортогональная матрица. Которая используется для выполнения собственно ортогонального преобразования в эклидовом пространстве. Чуть язык не сломал. Проще говоря, если вам нужно повернуть некий вектор на углы Эйлера, трехмерный вектор, то вы берете этот трехмерный вектор и векторно умножаете на матрицу поворота. Тем самым вы получаете вектор такой же длины, но повернутый на углы Эйлера. Сейчас вы видите матрицу поворота для преобразования вектора в двухмерном пространстве. Допустим, у нас есть вектор с координатами Х и У. Домножив этот вектор на матрицу поворота, мы получим новый У. Х со штрихом и У со штрихом. Причем это нужно делать умножением матрицы на вектор-столбец, описывающий точку в пространстве, которые имеют координаты Х и У. Чтобы получить новый вектор, нужно совершить операцию, математическую операцию, показанную на данном рисунке. Чтобы повернуть вектор в трехмерном пространстве, нужно выполнить то же самое, но только для трехмерной матрицы поворота. При этом нужно обязательно соблюдать очередность поворотов. При этом проблема матрицы поворотов в том, что она вырождается при повороте на 90 градусов. После поворота на 90 градусов нам нужно поменять очередность поворотов. Все проблемы, которые связаны с матрицами поворота и углами Эйлера, это как шарнирный замок и вырождение матрицы поворота, не имеют места в экваторнионах и решением задачи ориентации с помощью экваторнионов. Итак, что же такое экваторнион? Например, любой поворот вокруг оси x, y, z можно перевести как поворот в один поворот вокруг некой оси, как показано на данном рисунке. Только на этом рисунке показаны угловые скорости. Любой экваторнион можно разбить на две части. Одна из них векторная, другая скалярная. Любой поворот вокруг оси в пространстве с помощью экваторнионов описывается таким образом. В формуле, показанной на рисунке, V это тот вектор, вокруг которого мы вращаем объект. Альфа это угол, на который мы вращаем объект. Эйлера, это все три составляющие вектора, умноженное на синус, альфа деленное пополам, и косинус, альфа деленное пополам. Тем самым можно сказать, что квадратнион хранит ориентацию объекта. Основные операции над квадратнионами это умножение двух квадратнионов. Это то же самое, что сложение двух углов поворота. О правиле умножения двух квадратнионов вы узнаете по ссылкам, которые я оставлю в комментариях. Обратный квадратнион или квадратнион минус первый, это тот квадратнион, у которого обращена векторная часть, то есть умноженная на минус один. Поворот вектора с помощью квадратниона осуществляется умножением квадратниона на вектор и на обратный квадратнион. После всех операций квадратнион обычно нормализуют. Причем нормализованный кватернион это когда сумма всех его компонентов равна единице Чтобы нормализовать кватернион вычисляю сначала его норму Которая показана на рисунке Норм от кватерниона равна корень из сложения всех его компонентов Потом каждый компонент кватерниона делят на его норму Тем самым получает нормализованный кватернион Итак, давайте теперь вернемся к ориентации объекта с помощью кутернеонов. Представим себе некую ситуацию. Допустим, есть объект, в системе координат которого мы можем задавать силы вращения вокруг трех осей. Силы мы этим интегрируем и получаем угловые скорости относительно этого объекта. Так, как же посчитать углы поворота этого объекта в глобальной системе координат? Чтобы показать, как решить эту задачу, я составил программу на MATLAB, которая в реальном времени считает углы поворота относительно угловых скоростей, которые заданы в системе координат, связанных с телом. Допустим, у нас есть три угловые скорости. направленные по осям x, y и z, которые лежат в системе координат, которая связана с объектом. Чтобы получить эти угловые скорости в глобальной или стартовой системе координат, нам нужно повернуть вектор этих угловых скоростей на кватернеон текущей ориентации. Это достаточно просто, если использовать готовые функции MATLAB. В данном случае эта функция называется Quad Rotate, с помощью которой мы поворачиваем вектор на данный кватернеон. Далее мы говорим, что эти три вектора — это приращение угла за некоторый шаг интегрирования. После чего превращение этих углов мы преобразуем в кватернеон приращения, после чего мы нормализуем этот кватернеон. Далее мы складываем кватернеон текущего поворота с кватернеоном приращения, После чего мы получаем новый куторнион, который и является куторнионом текущего поворота И в следующем цикле мы будем использовать этот куторнион, то есть как текущий куторнион поворота Итак, здесь вы видите окно MATLAB Сверху над графиком можно видеть три угловые скорости и текущий куторнион поворота Справа это наша программа, которая сейчас запущена И сам график Куб это наша глобальная или стартовая система координат И три оси, синяя, зеленая и красная Это оси системы координат нашего тела Итак, задавая угловые скорости относительно синей оси Мы поворачиваем объект вокруг синей оси В какую сторону бы ось в данный момент не смотрела То же самое справедливо для двух других осей Чтобы вывести данный график Потребовалось просто взять все вершины всех точек То есть все координаты всех точек И домножить на куторнион поворота Итак, плюсы куторнионов Куторнионы не вырождаются при 90 градусов У них нет шарнирного замка Чтобы их считать Не нужно брать огромное количество синусов и косинусов Так как мы считаем синусы и косинусы только в одном моменте Когда переводим наши углы приращения в куторнионы Что тем самым очень сильно увеличивает быстродействие программы в целом Итак, это все, что я хотел сегодня вам сказать Надеюсь, мое видео было информативным Хочу сказать большое спасибо сайту GameDay Там очень много, очень и очень много о куторнионах Также некоторые вещи я взял с сайта Ecclideonspace.com Также есть хорошая книжка Н.И. Амелькина Кинематика твердого тела Также есть книжка Распопова и Матвеева Бесплатформенные инерциальные системы на микромеханических датчиках И, как мне сказали первоисточники Это Н.В. Бранец и И.П. Шмыглевский Введение в теорию бесплатформенных инерциальных навигационных систем И применение куторнионов Две книжки Полезные ссылки я оставлю в комментариях Всем спасибо за внимание Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok